МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова и сегодня в эфире. Вопросы перераспределения полномочий между президентом и правительством рассмотрели во время третьего заседания Конституционной комиссии Беларуси. Масочный режим в Новополоске продлили до 1 июня. В Беларуси чествуют победители Республиканской олимпиады по учебным предметам. Сейчас к подробностям. Вопросы агропромышленного комплекса сегодня рассмотрят на совещании у президента. Во Дворце независимости собирают правительство и всех губернаторов областей. На повестке дня текущая ситуация в отрасли и перспективы дальнейшего развития. Подробности расскажем вечером. А пока к другим темам. В Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления, а вот необходимость в перераспределении полномочий между президентом и правительством назрела. Об этом во время заседания Конституционной комиссии, которая состоялась накануне, заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. За правительством предложено закрепить целый ряд полномочий. В частности, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства. Таким образом, премьер будет в праве вносить президенту предложение о структуре правительства, назначении на должность заместителей премьер-министра, а также министров и других членов правительства. В сложившейся системе государственного управления сегодня возникла объективная необходимость повысить роль исполнительной власти во главе с правительством. Поэтому на конституционном уровне будут вноситься определенные изменения, направленные на то, чтобы действительно правительство, возглавляющее систему исполнительной власти, было более самостоятельно и ответственно принятие соответствующих решений. Но, безусловно, в президентской республике правительство будет подотчетно президенту, и его роль тоже останется значимой в определенной мере в отношении правительства. На повестке дня предложения граждан, касающиеся 3-й и 5-й глав 4-го раздела Конституции, они непосредственно затрагивают конституционно-правовой статус президента и правительства. К слову, этот блок вызвал наибольший интерес граждан с точки зрения внесения инициатив. В частности, в комиссию поступили вопросы, связанные со статусом президента, его сроком полномочий, требованиями, которые выдвигаются к кандидатам на пост президента. В большинстве своем граждане поддерживают нынешний конституционно-правовый статус президента как главы государства, гаранта государственного суверенитета и независимости, Конституции, прав и свобод граждан, арбитра во взаимоотношениях между ветвями власти. А в то же время вносят ряд инициатив, связанных с изменением избирательных цензов, применяемых кандидатам на самый высокий государственный пост в стране. В частности, эти инициативы касаются как изменения возраста, так и цензы от седлости, то есть требования постоянного проживания на территории Республики Беларусь. А также цензы, связанные с запретом на хранение имущества главы государства за рубежом. Звучали предложения, связанные с внесением в Конституцию так называемого демократического стандарта ограничения срока полномочий президента. Предложения разные, и это один срок, и два, и также два срока подряд. Корректировки диктуют время. Вместе с тем, сильная президентская власть себя эффективно зарекомендовала. Она была усилена в Беларуси в 1996 году. Опыт показал, что в нашей стране нет необходимости коренным образом менять президентскую власть на президентско-парламентскую, отмечают в комиссии. Все же поступившие вопросы будут подвергнуты детальному анализу, а решения приняты с учетом реализации главной функции государственной власти повышения благосостояния белорусского народа. К 1 августа должен быть уже выработан определенный проект изменения Конституции, который как раз и затрагивает эти вопросы. Но сейчас, сегодня, из множества тех предложений, которые поступают, выбрать самый оптимальный, разумный вариант, который был направлен не на ослабление государственной власти, а на повышение ее эффективности в современных условиях, достижение тех целей, которые возлагаются на государственную власть в Конституции Республики Беларусь. Масочный режим в Новополоцке продлили до 1 июня. В целом же эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. Роста заболеваемости коронавирусной инфекции нет ежедневно. Медики выявляют практически одинаковое количество лиц, впервые выявленных с диагнозом COVID-19 и пневмониями. Пациенты с коронавирусной инфекцией локализованы, получают всю необходимую помощь в пульмонологическом и инфекционном отделениях, частично в реанимационном городской больнице. Что касается оказания медицинской помощи населению, то и больница, и амбулаторно-поликлиническое звено работают в штатном режиме. Продолжает оказываться плановая помощь, диспансеризация населения, профосмотры. Один из существенных аспектов борьбы с COVID-19 – вакцинация. Сегодня в Новополоске она проходит в активном режиме. На сегодняшний день мы вакцинировали порядка 3100 человек. Жители нашего города – это около 4%. Что касается вакцины, вакцина поступает российского производства «Спутник Ви». В первую очередь отдаем, конечно, предпочтение медицинским работникам, педагогическим работникам, социальным работникам, также лицам старше 61 года, имеющим хронические заболевания, которые действительно являются риском инфицирования. В ближайшее время мы ждем поступления очередной партии вакцины, где-то в начале мая будет поступать, и готовы прививать всех жителей нашего города, в том числе из группы риска и тех, кто желает вакцинироваться. Желающих вакцинироваться действительно немало. Сегодня люди четко осознают, предупредить болезнь легче, чем лечить. В первой поликлинике Новополоцка в день прививают до сотни человек. Население получает как первый, так и второй компонент антигена «Спутник Ви». Сегодня к прививочной кампании подключился и председатель Новополоцкого городского совета депутатов Олег Буевич, своим собственным примером показывая гражданам, кто, как не мы, сами можем позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих нас людей. Конечно, каждый человек должен думать о своем здоровье сам. Но те меры, которые мы используем, это защитные маски, социальное дистанцирование, перчатки – это не гарантирует от того, что мы не заболеем. Но, а учитывая, что все-таки у меня достаточно широкое общение с людьми, и надо думать о своих близких людях. У меня еще достаточно пожилая мама, которой тоже я езжу и навещаю. Поэтому хочется, конечно, чтобы и сам не заболел, и люди родные тоже не заболели. Поэтому депутатский корпус практически весь провакцинировался. И вот мы уже действительно сегодня вторая вакцинация, заключительная. Поэтому я думаю, что здесь бояться нечего. И призываю всех новополочан прийти, записаться в поликлинику. И при наличии вакцины, а она есть, пройти эту процедуру. Запись на прививку от ковид сегодня ведут как первая, так и четвертая поликлиника Новополоцка. Помимо прочего, записаться на вакцинацию можно и в режиме онлайн, через сайт Новополоцкой центральной городской больницы. Работники же крупных предприятий Новополоцка получить прививку смогут на месте. Для этого организованы выездные и мобильные бригады на базах здравпунктов Полоцкого госуниверситета, НЗМ и ТЭЦ. В Беларуси чествуют призеров и лауреатов областных и республиканского этапа. Олимпиады по учебным предметам. Итоги стали известны накануне. В торжественной обстановке церемония развернулась и в Новополоцке. Слова поздравлений учащиеся и педагоги принимают от председателя Новополоцкого горосполкома Дмитрия Демидова. Город Новополоцк гордится вами точно так же, как вами гордятся. Я уверен, что ваши родные и близкие. Вы сами создали этот повод для гордости. Поздравляю вас с этими достижениями. Учащимися в учреждении образования Новополоцка завоевана 51 награда на областном этапе Олимпиады и 14 наград различного достоинства на этапе республиканском. И это действительно успех для системы образования Новополоцка. С подобным результатом наши школьники возвращались с республики в 2015-м. В нынешнем году результат Новополоцкан позволил занять второе место в олимпиадном движении северного региона, уступив лишь Витебску. Здесь стоит отметить, что завоеванные места всегда результат тесного тандема ученика и учителя. Кстати, грамоты и премии Министерства образования вручили и учителям, которые занимались подготовкой призеров-победителей Республиканской Олимпиады. Сейчас, глядя, когда немножко страсти улеглись, глядя на все свысока, понимаешь, что действительно это очень большой труд. И по праву говорят, что Олимпиада по физической культуре и здоровью, она самая сложная. Это несколько этапов. Мы должны быть и теоретически готовы, и физически подготовлены, и морально. Мы шли долго. Четыре года работали. Ну, в принципе, как долго. Первый успех у Ильи уже был два года назад в девятом классе. Мы на одной волне держимся. Вместе идти интересно. Вместе, понимаете, один в поле не воин. Друг другу дополняешь. Все победители республиканского этапа Олимпиады будут представлены для поощрения в Совет специального фонда президента Республики Беларусь по социальных политикам. Поддержки одаренных учащихся и студентов. А это хороший стимул двигаться дальше, покоряя новые вершины. К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». А свежие новости также доступны в наших аккаунтах, в социальных сетях. Далее я передаю слово нашим коллегам с телекомпанией «Воен ТВ». Оставайтесь с нами. Это новости в форуме. С вами Анна Чижлитов. Добрый день. В Центральном доме офицеров встретились представители научной сферы. В рамках международной военно-научной конференции специалисты обсудили вопросы в области обороны и обеспечения безопасности государства. В форуме приняли участие делегации из Вьетнама, России и Сербии. Танкисты Объединенного учебного центра преодолевают водные преграды. Механики-водители сдали технический зачет и прошли курс легководолазной подготовки, психологическое тестирование и получили допуск к прохождению глубокого брода. Длина водной преграды составила почти 300 метров, глубина – около двух. Нынешнее занятие – финишная прямая перед выпускными экзаменами. В городе Чериков Могилевского района готовится к открытию сквер имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко. Советский летчик-истребитель участвовал в битве под Москвой, был командующим ВВС Крымского фронта, заместителем командующего 1-й воздушной армии на Западном и 3-м Белорусском фронтах. В честь героя в парке установлен самолет МиГ-29. Торжественное открытие состоится 7 мая. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звязда». До встречи! В минуты спокойствия, мгновения радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Мы знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин